Первого года. Георгий Семенович, добрый день. Добрый день, Владимир Васильевич. Давно не виделись, не слышались. Да. У вас, я знаю, в последнее время было несколько мероприятий, достаточно активных, и одно из наших таких, знаете, как бы отчасти косвенно, это день физкультурника. Что происходило в этот день в городе Краснодаре? Расскажите. Вторая суббота августа, в этом году это 14 августа, потому что некоторые не знают и думают, что каждый раз 14 августа. Вторая суббота августа, всероссийский день физкультурника. И мы пригласили шахматистов, юных шахматистов города Краснодара и со всего края. Ну вот, было 75 человек, конечно, должно быть больше, но в связи с тем, что это август месяц, и как раз родители берут отпуск, дети уезжают. И вторая причина, с края, многие хотели приехать, но было штурмовое предупреждение, действительно, на юге были дожди большие, наводнения, вот, в Геринджике, в Анапе. Поэтому вот получилось то, что получилось. Кто был? Кто был? Что за мероприятия были? Ну, играли дети всех возрастов. Мы пока взрослых не приглашали, в связи с обстановкой эпидемиологической. Мы как-то чуть попозже, на будущий год, возобновим. Играли дети, было 75 участников. Ну, в основном Коснодарцы, Садыгеи подъехали. Вот поселок НМ недалеко у нас, Яблуновка. Топ-Се приехали, ребята. Грушев подзвутился, спасибо ему. Еще бы больше приехали, но не все рискнули выезжать в такую погоду. Горячий Ключ, Тимошевск, Денской район, Усть-Лобинск. Ну, там еще несколько районов. Ну, хотим сделать наши кубки. У нас 7 этапов. Кубок Федерации Шахмат. Хотим сделать их открытыми. Уже приглашать и взрослых, и гроссмейстеров. Спонсоров мы на 90% нашли. Ну, пока, как говорится, денег на счету нет. Радоваться не надо, но договоренность есть. То есть, эти этапы будут не только в Олимпии. Потому что в Олимпии, честно говоря, поднадоело всем играть. Но пока нет выхода, не разрешают Роспотребнадзор в учебных заведениях. Почему поднадоело, Горячий? Почему нам поднадоело? Все время в одном месте. Особенно молодые люди. Они же хотят новизны. Поэтому мы вот, помните, с вами проводили кубок ректора Остапова? Вот, два года назад. Виктория, получилось. И на ученом совете, на ученом совете первый вопрос был награждение шахматистов. Это великолепно. Мы это все возобновим. Будет семь этапов. На каждом этапе будут денежные призы. И по итогам семи этапов будет награждение уже более солидное. В Кубанском госуниверситете проведем. В Политехии. Сейчас это технологический университет. В Агроуниверситете. Тот же Алимп возьмем. В общем, семь таких крупных. В органном зале мэрии проведем. Сейчас вот у нас будут выборы мэра. После этого переговоры начнем вести. То есть проведем, чтобы это были хорошие турниры. Чтобы была музыкальная программа. Не просто сели и играли. Потому что шахматы в этом плане немножко скучно. Сели молча. Нет, обязательно музыка. Обязательно вступительное слово ректора и так далее. То есть вот готовим. Но если вернуться к дню физкультурника. Скажите, для шахматиста насколько важен день физкультурника? И вообще шахматиста и день физкультурника. Это ставится равенство или нет? Все-таки физкультурник это больше, наверное, свежий воздух. Турник, футбольное поле. Ну вот мне казалось. Или нет? Вы правильно говорите. Потому что шахматы это спорт, но это не физкультура. Но у нас Министерство спорта и России. И края называются по физической культуре и спорту. Поэтому попросил директора департамента провести мероприятие. Сейчас мало мероприятий в связи с ковидом. Я говорю, да и просить не надо, мы каждый год это отмечаем. Хотя формально вы совершенно правы. То есть шахматы это спорт, но это не физическая культура. Ну, провели, потому что министерство называется по спорту. Министерство спорта и физической культуры. Поэтому провели. В общем, было бы еще более ярче и массово. Но, к сожалению, действительно, конечно, после страшной жары в Краснодаре на Кубани пошли вот эти ливни. Дюсуша принимал участие? Обязательно сюда, Дюсуша, еще в тесном ВКонтакте. Вот Дюсуша проводит только два мероприятия. Почему-то 15 июня они уже заканчивают. А мы провели. Я вам скажу, за летом мы провели. По шахматам 5. Дюсуша, телефон чуть дальше отодвинь, пожалуйста. Чтобы не полголовы видно было, а хотя бы. А, все. Вот теперь я вижу. Значит, 5 турниров по шахматам и 5 турниров по быстрым шахматам. То есть, все лето дети играли. Кто-то в июне уехал к бабушке на море, приехал. То есть, мы должны работать все лето. В мае месяц мы уже в конце мая работали. После последнего звонка. В сентябре, вот когда дети отдыхали, вот три месяца и конец мая, обязательно мы должны проводить турниры. Кто сможет играть, кто не сможет играть. Некоторые родители говорят, мы не любим быстрый шахмат. Пожалуйста, не играйте. Наша задача проводить много турниров, больших и разных. А люди уже сами выбирают. Совсем не обязательно участвовать во всех 50 турнирах. У нас где-то 50 турниров, на 8 мы сделаем еще больше. Пожалуйста, кто хочет участвовать, кто не хочет не участвовать. Это право каждого человека. Ну, в общем-то, пока все довольны. Турниры обсчитываются. Артем обсчитывает турниры. Все четко. Разряды повышаем. Вот на сегодняшний момент вот такая ситуация. Георгий Семенович, а что касается количества турниров. 50 турниров в городе Краснодаре, где живет, я так думаю, полтора миллиона человек. И плюс, наверное, еще, скажем, большой Краснодар. Краснодар – это пригороды, наверное, 2 миллиона человек. Как вы думаете, это не мало для города Краснодара? Это мало, но мы сейчас исключили ветеранов, мы исключили взрослых шахматистов, потому что, честно говоря, вот валим детей вообще без проблем пускают, даже без масок. А там придется брать справки антиковидные. Поэтому, дай бог, все это пройдет. Вы совершенно правильно говорите. Надо увеличивать и 150, и 200, чтобы каждую неделю люди могли прийти и просто поиграть. Но не обязательно это обсчет, потому что, ну, тяжело там. Ну, какие-то большинство турниров обсчетов, а некоторые просто пришли, поиграли. Сейчас в Олимпии есть договоренность. Нам тут дали помещение. Бухгалтерия съехала, слава богу. Предсистема есть, все отлично. Вот будем каждые выходные проводить темпы турнира. Пожалуйста, приходите и играйте. Но они были небольшие коммерческие. Почему такой вопрос задал? Город Краснодар – это, знаете, больше некоторых субъектов Российской Федерации по количеству жителей. Да, да. Понимаете, да? Краснодар объединяет, если я не ошибаюсь, пять округов. Четыре. Четыре округа. Четыре округа. Пятый делают проект. Центральный, Карасунский, Прикубанский и Западный. Но хотят какой-то Прикубанский, по-моему, разбить. Ну, пять будет, да. Не было ли идеи сделать, может быть, все-таки некую логику реализовать, что, например, Федерация шахмат города Краснодара проводила в том числе мероприятия по округам, а потом, может быть, сам сводный какой-то уже по всему Краснодару. Ну, то есть, почему? Еще раз, каждый округ, это, я не знаю, по 200, по 300 тысяч человек, понимаете, да? По Армавиру. Да, это по одному Армавиру, да, по одному Армавиру. Но в Армавире, для понимания, проходят около 200 турниров, Георгий Юрьевич. Я знаю, Николай Васильевич умница. Да, там около 200 турниров. То есть, если брать эту же логику, то тогда в Краснодаре будут тысячи турниров. И, может быть, есть мысль такая, что, например, Федерацию шахмат города Краснодара как-то делегировать, например, на территорию округа, выявить там активистов-лидеров и дать возможность там в каждом округе, например, сделать некий свой календарный план, который объединял бы город, да? Скажем, под флагом Федерации города Краснодара. А самые важные ключевые, такие как первенство, чемпионат, ну, еще там два десятка ключевых турниров, которые вы ведете, например, уже на уровне города Краснодара были. То есть, условно, были бы турниры округов, а потом уже на своде, например, города Краснодара. Вы не думали об этом, Георгий Юрьевич? Мы с вами говорили об этом давно. Ну, в принципе, я уже приглашал людей, я вот Лану Абаладзу приглашал в президиум, чтобы она возглавила там, сейчас, Прикубанский округ, Демидова я приглашал Владислава Анатольевича. Но, вы знаете, в присутствии Евгения Михайловича Бондаренко разговор был, да-да-да-да, но пока шагов нет. Создают свою Федерацию, хотят работать самостоятельно. Но ваша идея совершенно правильная. То есть, мы, вот, в Карасонском округе у нас есть МЭЦ, это такая крупная организация, есть Дворец пионеров, есть Кубанский гостиниверситет, обязательно будем делать. То есть, четыре, вот, где-то в сентябре их соберу. Я готов к сотрудничеству, но вот лидеры, которые есть, пока отказались. Я Лану Виновну просто официально пригласил на электронную почту, написал, ответа непосредственно. Ну, смотрите, вот фамилия Абуладзе, я ее помню, эту фамилию, там, кажется, были какие-то жалобы на нее, в том числе и в администрацию города Краснодара. Надо работать с теми, кто у нас не дискредитирует, скажем, вид спорта шахматы и не занимается какими-то вещами, которые не способствуют развитию. Вот здесь надо аккуратно смотреть, ни в коем случае не допускать вот таких моментов. Но суть какая? У нас в городе Краснодаре, я не знаю, наверное, два десятка частных школ, если не ошибаюсь. Да больше. Там, наверное, порядка сотни, там, две сотни преподавателей, начиная от безразрядника до гроссмейстеров, которые пытаются преподавать шахматами в городе Краснодаре и по всему миру. Мы тоже это понимаем, да, интернет позволяет преподавать везде. Поэтому, может быть, есть смысл все-таки выявить, выделить, скажем, некие вот эти округа в рамках городской федерации и дать возможность им формировать вот некие календарные планы, которые на территории округов. Но, опять же, надо работать с теми, кто не занимается какой-то грязной игрой, не в шахматной, да, и не занимается, не имеет, скажем так, претензий и жалоб от шахматистов, чтобы не создавать какие-то конфликтные ситуации. То есть здесь должна быть... В команде, в команде должна работать. Ну, конечно. Если люди деструктивные, например, занимаются в интернете всякой гадостью, да, которая порочит вид спорта и, например, Краевую Федерацию, мы это знаем, да. Были жалобы в администрации города Краснодар, я точно знаю. И это не очень хорошо было, к сожалению, для шахмат в целом, но надо понимать, что работать у нас с теми, кто готов работать. Кто готов работать, а дальше нужно делегировать полномочия на эти округа, например, и дать людям возможность работать. Я и замечу. То есть все-таки город Краснодар – это слишком много, чем 50 турниров. Вот просто подумайте об этом. Я хотел бы, может быть, попросить, если у вас как часто проходят президиумы, раз в полгода, раз в квартал, как часто, раз в полгода, может быть, на очередном президиуме посмотреть и, вот, например, мою инициативу, оформите как мою инициативу, рассмотреть все-таки, выделить отдельные календарные планы по округам, которые будут объединять, опять же, Федерацию шахмат города Краснодара. И за каждым округом закрепить куратора, скажем, этих календарных планов. А проводить турниры могут быть на территории как частных школ, так и детских учебных заведений, которые есть на территории этих округов. Да. Смотрите, Вадим Васильевич, продолжение вашей темы. У нас есть клуб «Чемпион» рядом за баскет-холлом, может, вы знаете. И там мы проводили чемпионат края. Это база Министерства спорта. Теперь мы там даже турнир «Юфо», который мы Саркисову в марте месяце посвятим, мы тоже будем там проводить. Там есть тренер Балабин. Он там открыл шахматный клуб прямо в «Чемпионе». И говорит мне о том, что очень далеко ездить на соревнования и просит, чтобы при Кубанском округе мы ему дали турнир. Вот продолжение вашей темы. Все, у нас при Кубанском есть база, есть человек. И он сам в этом при Кубанском. Он подполковник в отставке, очень, как говорится, такой умный, вменяемый человек. Очень культурно, образованно. Он меня давно просил, с Эдуардом Алексеевичем разговаривал. Он говорит, что он не решает его проблемы. Значит, на будущий год мы даем ему, сколько он турниров потянет, и на базе чемпиона. Потому что там действительно ехать в центр города, там не все люди богатые. Там только на дорогу они истратят. А пробки какие-то. Ну, время, время, Георгий Семенович, время, туда, час, туда, час. Мы же понимаем, это усталость, это... Вы совершенно правильно. Смотрите, при Кубанском, ну вот то, что вы говорите, это правильно, но надо связать еще с базами. Вот, допустим, человек работает на базе чемпиона, там шикарная база. Георгий Семенович, смотрите, я не говорю, что нужно всех администрировать в части, например, определения там ключевых баз или не ключевых баз. Еще раз, на территории Краснодара много школ. Какие-то могут быть, например, я не знаю, там, сертифицированы, либо каким-то образом определены, которые соответствуют требованиям, там, работы на территории города Краснодара. Ну, вы должны для себя эти критерии определить. Там, или паспорт безопасности, либо это помещение должно соответствовать еще каким-то критериям, потому что, ну, не все там помещения, в которых можно проводить спортивные соревнования. Мы же понимаем, да? Да, вы должны эти критерии определить. Дальше, соответственно, еще раз, в рамках округов, может быть, на территории округа в нескольких помещениях проводить турниры, но куратора за округом закрепить одного, который бы вел бы календарь по этому округу. Конечно. Нужно внимательно смотреть и избегать вот этих вот проблемных частей, чтобы не было жалоб, не было жалоб. Если люди, ну, не готовы, ну, значит, пусть занимаются самостоятельно своими вопросами. Никто же не мешает. Понимаете, о чем я говорю? Ну, да, ты или в команде, или не в команде, определись. Мы так говорим. Мы не против. Команда здесь, как бы, Герсенович, команда, это громко сказано, в любом случае должны быть правила. Это как в шахматах, да? То есть есть правила игры. Правила игры подразумевают вот некие критерии, которые Федерация шахмат города Краснодара должна заложить. Вы должны эти критерии заложить. То есть с кем вы работаете, как работаете, по какой логике. Если эта логика не исполняется, ну, значит, надо принимать какие-то меры, либо там приостанавливать взаимодействие, либо, наоборот, развивать с каким-то взаимодействие. Понимаете? Но я вот все равно хотел бы это отфиксировать, Юрий Семенович, вот на очередном президиуме, который у вас там будет, когда вы запланируете его, ну, по мере накопления вопросов для рассмотрения. Вот оно, перед Новым годом будет. Еще раз, когда будет, значит, я хотел бы вот, чтобы этот вопрос вы поставили, а сейчас, может быть, взяли проработку, то есть найти кураторов по округам. Кто, например, бы мог бы курировать какие округа, и дальше сформировать календарные планы по округам. Дальше вы их консолидируете и объединяете в рамках городской федерации. И, ну, там отбор, не отбор, это вы уже сами определитесь, да, то есть там из округа там какой квалификации, я думаю, вы там уже сможете определиться. Но таким образом увеличить количество турниров, которые проходили бы по управлению, по-моему, или департаменту, у вас физический турнир и спорта. Да, департамент. Департамент. А таким образом это увеличит количество спортсменов, которые смогут получить разряды. Ну да. Правильно я понимаю? Да. Да, судьи смогут больше выполнить категории, там, повышение квалификации судейских категорий. Ну и более там, например, массово мы закрыли бы там в плане мероприятий город Краснодар. Да, сейчас у меня в группе уже 70 тренеров, но их так много. Приезжают молодые там, с Украины приезжают, там, за Кавказьев, там, с Дальнего Востока. И трудно их выловить, но потихонечку знакомимся. Уже 70, называется группа тренеров Краснодара. Не все хотят туда входить. Я говорю, ребята, ну не хотите, вам свободное плавание, имеете право, мы никого не выгоняем, никого не заставляем. И в конце года мы проводим такой корпоратив, собираемся в большом кафе перед Новым годом. И уже в очной форме видимся. Мы встречаемся 4 раза в год. Ну вот, к сожалению, из-за ковида, вот, в последнее время не так часто, но, дай бог, в конце года можно будет собраться, там, до 100 человек можно собираться. И, как говорится, в очной, там, встретить Новый год, поговорить. И вот ваши вопросы, что вы сказали. Вот просто проголосовать. Я кандидатуры выдвину по округам. Изучите вопрос, то есть кто готов, опять же, это общественная работа, мы же понимаем, да? То есть это взять округ, составить календарный план, консолидировать. Да, это тоже общественная работа. Не каждый готов за нее взяться. Мы тоже это прекрасно понимаем. Но это с одной стороны. А с другой стороны, тот, кто возьмется, более качественно сможет обеспечить, например, развитие и своей школы, и своего района, но и вида спорта, шахматы на территории города Касандарова в целом. Просто этот вопрос надо изучить и дать предложение. С каждым переговорить, посмотреть. Но еще раз, Георгий Семенович, если мы говорим, что каждый округ – это город Армавир, в моем понимании, пускай не 200, но хотя бы 100 турниров на территории округа – это возможно. Я думаю, департамент спорта города Касандара не будет против о том, чтобы их все включить в календарный план города Касандарова. Мы сделаем хитро. Мы включим 50, но в каждом турнире будет еще по 4. Потому что, когда мы пишем 200, они говорят, вы с ума сошли, у нас календарные планы. Но я сделаю 50, а в каждом – это это этап. Если департамент спорта города Касандарова не понимает, что 200 для Касандарова – это немного, давайте мы им и расскажем об этом. Потому что город, где живет полтора миллиона, еще там, не знаю, 1500 вокруг Краснодара – это огромный город. 50 турниров на город, я думаю, такое-то очень мало, поверьте. Но они составные, там бывает несколько этапов, Владимир Ильич, они составные бывают. Тогда эту логику можно реализовать. Я понимаю, что там составные, там, ну, в целом, как бы, эта мысль. Но чтобы те турниры, которые составные, они тоже обсчитывались и присваивались разрядом. Ну, первенство каждой школы, допустим, в центральном округе, там, 15 школ. Проводим первенство каждой школы, общеобразовательной. И, пожалуйста, вот у нас уже 15 турниров есть. А потом пусть проводят финал, как вот «Белый ладья». Мы проводим, и все. Правильно совершенно. К сожалению, вот из-за того, что вот целый год мы вообще не общались. Поэтому ваша идея, я отлично помню вашу идею. Евгений Михайлович Бондаренко мне ее сказал. Я говорю, вот сейчас, в конце года, дай бог, чтобы нам дали двигаться, вот собираться почаще, чтобы можно было проводить первенство школы. Сейчас нельзя проводить соревнования в образовательных учреждениях. Вот нельзя и все. Вот почему я в Олимпии провожу? Потому что это спортивный объект. Иду в Кубанский хозниверситет, ректор говорит, да с удовольствием, но ведь нельзя. А почему нельзя? Наши могут играть, а другие приходить играть. Не могут. Ну вот пока, дай бог, чтобы полегче было, чтобы мы с первого января... И, соответственно, кураторы округов города Краснодара, да? Я бы предложил бы, чтобы все-таки это были, скажем, члены городской федерации, но не меньше зама, не меньше вашего заместителя. Естественно. То есть это минимум там вице-президенты, которые курируют округ. А задачи, которые решают, ну помимо календарного плана, это учетная политика, это консолидация работы по округу, ну и общий свод, который ведет федерация города Краснодара. Вы же понимаете. Дальше вы консолидируете и в любом случае вы также отчитываетесь перед департаментом спорта города Краснодара за весь Краснодар, который будет входить в том числе округа. Ну вот у нас есть коллективные члены, это детская шахматная школа номер 7, директор Фомиченко, дворец пионеров, Кубанский госуниверситет, политехнический университет. Я начал вот работу, уже проект был готов, и вот два года из-за ковида притормозили мы все это. То есть планы есть, а должны быть коллективные члены, и должны быть вот члены президиума, руководители четырех округов. Все, в конце года... Не обязательно члены президиума, а ваши заместители, потому что президиум это все-таки коллегиальный орган, который выбирается общим собранием, которое нечасто, раз в три, раз в пять лет проходит. А я все-таки предложил не в коллегиальный орган включить, а сделать вашими заместителями функциональными, скажем, которые бы курировали бы округа. Понимаете, да, у вас может быть... Вы можете любую структуру предложить, и она будет, ну, без внесения изменений там в уставы, либо там... Да, безвыборных процедур. Вот школа бежал в западном округе, он фанат шахмат, вот он, я ему предложу, это будет очень солидно, вот он в западном округе. У нас был Международный день шахмата, очень много депутатов пришли, там шахматы играют. Для солидности, для... Как почетные гости, то есть обязательно они должны... То есть надо консолидировать шахматы в спорте, шахматы в образовании, шахматы по месту жительства, чтобы это было все... Чтобы был единый план, и люди выходили и знали, что там 5 января там турнир, 10 там и прочее. Я знаю, что у вас было порядка 10 депутатов на Международный день шахмат, правильно? То есть это те люди, которые не безразличны вид спорта шахматы. Дальше, соответственно, они депутаты от каких-то районов, округов города Краснодара, правильно? Да. Можно будет просить, чтобы они, например, курировали шахматы в округе, в районе, от которого, соответственно, они избираются. Да. Вот об этом тоже... Дай Бог, чтобы разрешили, уже два года не можем это сделать. В январе мы на городской думе награждаем чемпиона в Кубке Котлерова. Был такой Николай Семенович Котлерова, очень сильный шахматист. И вот, к сожалению, он погиб, открывал вот этот центр рядом с Ростовом. По-моему, сейчас его закрыли уже. И вот возвращался, 11 лет назад, ночью возвращались, и он погиб. И вот мы турнир его памяти, и в январе, в декабре у него был день рождения, мы в декабре на его день рождения проводим крупный турнир, а в январе первый вопрос городской думы, присутствие мэра, присутствие председателя думы, присутствие всех депутатов, награждают наших детей. Это, конечно, очень почетно. К сожалению, два года сказали, что ковида. Ну, вот в январе, дай бог, отменят все это, мы награждаем. То есть это, и, значит, не я подписываю грамоты, не директор департамента, а глава города и председатель городской думы. И прямо дети приходят на заседание думы, и, конечно, пиар хороший. Ну, дай бог, я вот богу молюсь, чтобы 1 января хотя бы сняли все эти ограничения, и мы все планы, которые вы говорите, свои реализовали. Потому что, конечно, откосило нас здорово все это. Но мы выжили. Я думаю, это вакханалие под названием COVID когда-то закончится, мы вернемся к нормальной жизни. Есть ощущение, что это скоро будет. Да, я тоже. Я хотел бы вам пожелать и всем шахматистам города Краснодара не унывать, развивать свои спортивные способности и показывать лучшие результаты в спортивных соревнованиях. Ван Георгий Алексеевич, большое спасибо. Вашему коллективу большое спасибо. Я думаю, мы будем периодически встречаться, общаться и подводить промежуточные итоги. Ну, а так я тогда жду. Я думаю, когда вы проведете очередной президиум, будут приняты решения, мы еще раз промежуточно обсудим и уточним наши планы. На ваш день рождения. 13 января. 13 января. Договорились. Всего хорошего, Юрий Александрович. До свидания.